Субтитры создавал DimaTorzok Новый состав, новую форму задать. Много очень вопросов накопилось. Соскучились по ребятам. Просто болею за автомобилистов. Зачем пришла сюда? Не знаю. Я пришла сюда познакомиться. Я болею еще недавно совсем. Я пришла сюда познакомиться с любимой командой. Мне очень понравилось болеть за автомобилистов. Это лучшая команда. Спасибо им за то, что они есть. Но она должна такая встреча быть, конечно. С командой, болельщики должны встречаться с командой. Не только на матчах, но и практически лицом к лицу. Мы показали в прошлом сезоне достаточно неплохую игру. Команда нас радовала. Поставленную задачу, когда мы планировали сезон 2013-2014, хоккейная команда «Автомобилист» выполнила. И сегодня уральский хоккей, имея большую историю и хорошие традиции, хороших выпускников и игроков, мы сегодня уже ставим следующую амбициозную задачу. Задача не просто выйти в плей-офф, а показать достойную игру. И я скажу вам откровенно, что сегодня с нашей командой считаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Слово предоставляется Владимиру Владимировичу Кату. Уважаемые болельщики хоккейной команды «Автомобилист», уважаемый Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области, уважаемые хоккеисты хоккейной команды «Автомобилист», примите вы, пожалуйста, от ветеранов войны, ветеранов спорта, города Екатеринбурга самые-самые лучшие пожелания в новом хоккейном сезоне. АПЛОЗ Что касается селекции, я думаю, что на бумаге как минимум у нас команда стала сильнее. Теперь дело за ребятами, посмотрим, как это будет выглядеть на льду. Что касается фармклуба, на самом деле это больной вопрос для нас сегодня, потому что у нас много ребят с двухсторонним контрактом. И вообще политика и философия наша, я имею ввиду тренерского состава, руководство клуба, у нас, как правило, предполагается такая достаточно большая ротация. Другой вопрос, что, ну, вы же понимаете, тут все банально упирается в финансирование кедра. Ну, было бы неплохо, конечно, это очень хорошо с точки зрения расстояния, но я не уверен, что, во-первых, там дворец спорта на сегодняшний день отвечает требованиям ВХЛ. А во-вторых, или даже наоборот, во-первых, это вопрос финансирования. На самом деле вопрос с фармклубом на сегодняшний день открыт, и это нас вот очень беспокоит, и это одна из таких, скажем так, нерешенных проблем на сегодняшний день, на данный момент. Какие эмоции вы испытывали в этой игре после победы на Россию в четверг финале в Сочи? Да, я играл против России в Сочи, и это было особенное чувство. Не смотря на то, что даже мы выиграли, простите, но чувства были удивительные в этот момент, на самом деле. Встреча была очень плодотворная, интересная. Было, в принципе, все сказано о планах на будущее, как играть будут, как выступать, что будет впереди. Команда подобралась вроде боевая, по составу, по количеству, по подбору игроков. Вортарская линия у нас осталась прежняя на уровне защита, нападения. Я не думаю, что мы будем хуже, чем в прошлом сезоне. То есть задачи минимум, выход в плей-офф, это должны выполнять однозначно. Бьет автобист. Бьет автобист.